приветствую вас дорогие мои друзья на канале креативной вышивки меня зовут жанна и я очень люблю вышивать крестиком ну сидела я сидела думала что же мне такое повышевать конечно запаса же нечего взять понимаете я пошла на сайт стич су искать приключения ну и я конечно же их нашла и вы знаете давно приметила эти панельки это серия из четырех вышивок но я думаю что вы уже прочитали что здесь написано красивое холодное но волшебное слово зима и я думаю что вы догадались что эта серия состоит из четырех сезонов из четырех времен года зима весна лето и осень я конечно купила все четыре но как же просто серии бы тогда не было мне хотелось серийности 1 вы сейчас видите я вышла зиму мы поподробнее конечно рассмотрим сейчас все это как красиво я расскажу о своих мыслях что я здесь использовала в этой работе но и хотел бы рассказать вам маленькую такую предысторию я надеюсь что вам будет очень интересно так что берите свою вышивку усаживайтесь поудобнее вышивать я буду вам рассказывать я так издалека начну да я веду свой блог на дзене меня там много всяких красивых картинок связанных с вышивкой крестиком я пишу статьи ну не часто так как хотелось бы но в принципе и а у меня было несколько выпусков про авторские схемы для того чтобы рассказать о каких-то интересных разработках их нужно конечно же найти поискать ну первым делом я залезла на сайт стич соу помимо того что я смотрела и в интернет магазинах и на просторах интернета просто любительские фотографии что же такое интересное другие рукодельницы вышивали и вот в разделе авторские схемы которые продаются на стич со я наткнулась вот на такие панельки я сейчас вам вставлю все четыре панельки на экран но сразу предупреждаю что это не готовые вышитые работы вы видите почему предупреждаю потому что всей красоты вы не сможете рассмотреть насколько они действительно красивые и о чем я могу судить судить когда я вышла уже один из сезонов я писала статью на яндекс зене и вставила туда эти четыре панельки но вставила просто для примера я вставила конечно же скрины и обложек это не чьи-то вышитые работы то есть готовых работ я в интернете не видела может быть кто-то вышел а может быть и нет может быть я первопроходец конечно прошло какое-то время месяц два-три после этих статей на 1 месяца два прошло я еще раз зашла в эту статью потому что там были комментарии я еще раз посмотрела на эти панельки и вы знаете ночью я лежу в кровати и думаю какие клёвые панельки надо зайти еще раз на них посмотреть я захожу на стечь сумму нахожу их еще раз в авторских схемах любуюсь любую семи и тут я понимаю что жить и без них не могу мне их надо купить но как я сказал мне же ничего вышивать вы понимаете да практически ничего нет ни сапогов ничего я кладу их корзину и покупаю буквально на следующий день я заказываю материалы для зимней панельки хотя мне понравилось больше всех осенняя панелька давайте я вам покажу эти схемы я распечатала путем приобретения да как я сказал я их купила стоили они не дар недорого каждая схема стоила 200 рублей то есть осень 200 лето весна и зима то как они здесь распечатаны у меня здесь вы не видите всей красоты всей мощности этой работы в том понимании что они очень красиво передает состояние каждого времени года с шифр с буквенной шифровкой то есть здесь не просто лес да или не просто падающие листья здесь зашифровка у нас идет буквенными символами ну сейчас скажете какую-то ерунду говорю нет для меня это действительно вот что-то такое значимое это произвело на меня я не знаю что у меня в мозгу просто щелкнуло я поняла что она мне надо почему мне понравилась осень больше всего потому что буковки о и бук и мягкий знак но с чуть-чуть сюда заходит на букву n здесь у нас такая паутинка которую сплел паучок сама вышивка я не сказала что она какая-то яркая броской нет она вышивается коричневыми ниточками вот это вот слово осень здесь красивые листики которые упали или только падают и вот эти вот паутинки которые сплелись таким волшебным образом да как нити судьбы на этих буквах я когда еще раз более внимательно рассмотрела эту осень я поняла что мне надо ее купить но как же я куплю только ее все-таки тогда нужно приобрести все четыре сезона и я подумала о том что вот в таком варианте как они здесь показаны с цветным красивым паспарту так как черно-белая печать вы здесь этого не увидите но на самом деле очень яркая красивая сочная цветное паспарту с обычной правда рамой мне такой вариант не нравится я не хочу оформлять это под стекло или без стекла не хочу чтобы это было в раме я подумала о том что наши производители они ничем не хуже американских производителей которые выпускают знаете такие мини подушечки рукодельницы ставят это либо на столик либо на диван либо складывают в корзиночки такие красивые узенькие подушечки набивные сейчас я вам покажу у меня есть одна подушка на примере которой будут шиться вот эти вот четыре сезона посмотрите свое время я вышивала шевчиком такой замечательный набор в виде сердечка и здесь у нас виноградная лоза и уже на заказ мне сшивали набивали эту подушечку вы видите да то есть из набора шла вот эта вот ткань а задник уже швея его сюда пришивала набивала прострачивала по контуру это сердечко как было по моему запросу и вот такая мини диванная подушечка она постоянно при мне стоит рядом со мной с моим рукодельным местом там где я вышиваю хоть я уже не обращаю внимание на эту подушку должного внимания но она служит декором и эта вышивка действительно в прямом смысле слова всегда со мной и мне на самом деле хотелось бы чтобы вот эти вот четыре панельки они были набиты точно также по толщине как вот это вот подушечка просто у них будет вытянутая форма это такие будет будут четыре колбаски то что вот так я разложила это слишком широко нижняя часть я думаю максимум вот так вот а верхняя часть будет заканчиваться где-нибудь вот здесь я отрезала большой кусок просто для вас я его подвернула иначе весь фон бы занимал бы этот синий цвет а мне хотелось выделить для вас узкую часть которую я на вышел а и так значит зимний сезон у меня уже закончен вот посмотрите какие материалы на самом деле их небольшое количество это нитка который я пришивала бисер и бусины ну фломастер это понятно я заштриховывал а схему здесь вышивается всем одни одним цветом просто шарфик немножко я штриховала на схеме для того чтобы не путать цвета и вот такое вот небольшое количество на самом деле мулине присутствовала в работе вот все сама по себе панелька она не затратная по деньгам но самое дорогое что здесь было это ткань которую я приобрела посмотрите какой красивый насыщенный синий цвет равномерки я когда его увидела влюбилась я поняла что именно зимнюю панельку я хочу вышивать на таком глубоком синим отрезе равномерки хотя по схеме вот я вам вставляла эти панельки вот например зима да она вышивается на таком а серо-голубом цвете я подумала о том что в принципе подобрано неплохо но для меня зима это все-таки темное время года когда темнеет рано и светлеет поздно и всегда мы зимой находимся в таком состоянии постоянной темноты когда у нас много искусственного освещения света и на улице и дома и работают обогревательные всякие там элементы и все-таки нужно вышивать на чем-то темным очень уютная эта надпись хоть она сама по себе холодная за счет белого цвета но она уютно разбавлена вот таким шерстяным теплым разноцветным шарфиком зелено-красным здесь используется бэкстич в разных как вы видите оттенках здесь идет и металлизированная нить и красный и зеленый цвет так по моему наверно все но все-таки если вы обратите внимание то вот здесь у нас идет россыпь бисера пришивных красивых таких декоративных бусинок они совсем маленькие но все же бусинки мелхилл их на работе как таковых не было то есть вот эти вот вихри идут металлизированной нитью кстати там был указан по схеме крейник но я решила все-таки взять металлизированную нить от дмс и использовать ее в принципе получилось неплохо очень здорово но также я от себя вместо французских узелков добавила россыпи бисера но мне так показалось будет симпатичнее на мой взгляд это так действительно и получилось что мне не понравилось в этих схемах до схемы кстати очень крупные вышивается легко как я говорила зашивки одним цветом здесь достаточно много ушло у меня чуть больше одного матка чтобы вышить вот это вот слово зима также голубой цвет я надергала из набора херетаж надеюсь что мне на море и на небо в той работе хватит вот это я взяла из своих запасов по ключу подбирала я все по карте ключ очень простой девушка дизайнер назвала себя как код обормот вот так вы ее и можете найти на стичсу честно говоря сейчас я не помню как ее зовут ее имя и фамилия но вот то что на схемах обозначение идет код обормот если вы вот код обормот если вы поищите там схемах то именно ее вы найдете из ее схем из разработанных мне больше честно говоря ничего не понравилось но вот это единственное что панельки я конечно же в большом восторге и восхищение что мне не понравилось в этих схемах возвращаемся то что девушка это не иностранка но почему-то схема у нее здесь даже без перевода но можно было написать что по-русски написать крест два сложения там полу крест бэкстич и все это как бы сделать с указания на русском языке понятно может быть работаю дизайнеры там в какой-то супер-пупер схеме иностранного производства но все-таки для удобства мы же покупаем эти схемы для удобства можно было сделать полностью все по-русски и вот здесь вот тоже описание я уж не буду вдаваться в подробности но просто здесь вот идет что-то там она сообщает какого года там разработана еще какая-то информация понятно может быть она мало важно и не относится к этой схеме просто здесь дополнительная информация на тоже написано на иностранном языке но мне как-то это не очень понятно почему в принципе мне очень понравилось работать со схемой с небольшим количеством материалов я вышила с большим удовольствием за пять дней четыре дня я вышивала такими небольшими набегами если вы скоростная вышивальщица и часами можете сидеть смотреть видео фильмы отвлекаться часто от своих домашних дел в принципе вот эти вот четыре буквы но они достаточно большие видите я руку кладу буквы очень большие панелька будет длинная то вы вышлите я думаю дня за два за три эту надпись и плюс пришивание ну вы естественно можете делать по схеме там сделать французские узелочки и вот эти все дуновения ветра в принципе сделайте за еще пару часов вот я просто вышивала ее приблизительно около пяти дней так сама панелька она видите получается у нас 30 34 сантиметра в длину и в ширину если мы возьмем небольшие отступы ну потому что вот здесь у нас то чтоб воздух был в работе небольшой вот так вот то у нас получается работа где-то восемь девять сантиметров в высоту вы видите она небольшая и подушечка колбаска должна получиться симпатичная как я буду вышивать эти работы ну как вы видите мне конечно хотелось взять их на храпом все четыре вышить я подумала о том что у меня хорошие запасы мне такие красивые фетровые наборы всякие разные хоть я уже не тороплюсь к именно к новому году их исполнить нет в принципе то я подумала будет интересно каждый сезон доставать такую схему и вышивать в принципе по именно тканям я уже всю подборку сделала я купила точно такую же ткань равномерного переплетения это была синяя у меня есть еще в комплекте белая и также хочу посмотреть такую сероватую то как она идет по самой картинке на схеме следующая моя работа хоть я и говорю что осень очень хочу вышить но буду держать себя в руках следующая моя панелька это будет уже весна соответственно потом лето и осень я сделаю в самом в самом конце скажем так завершу этот год прекрасной осенней панелькой в которую я больше всех влюбилась вот такое вот было видео я решила не разбавлять эту замечательную вышивку и серию этих работ другими работами я думаю что она заслуживает отдельного внимания для того чтобы о ней рассказать кому понравились эти схемы вы можете их вышивать посезонно вместе со мной я буду очень и очень рада все что я показываю в своих готовых работах в покупках в подарках это исключительно только мое мнение мой вкус ни один производитель дизайнер не навязывал мне и не платил мне за обзор чтобы я что-то придумывала это все исключительно действительно то что мне нравится поэтому присоединяйтесь я буду очень очень рада увидимся дорогие мои услышимся в моих новых видеороликах и до новых встреч дорогие друзья